Если вы считаете, что солнечное затмение как астрологическое явление может влиять лишь на психологию человека, поэтому этим занимаются эзотерики, астрологи, вы немножко ошибаетесь. В этом явлении есть четкая соматика. Огонич человека не может жить вне электромагнитных полей. Обмен веществ в клетке идет благодаря заряду с разных сторон мембраны. И чем мощнее заряд может поддерживать ваша каждая отдельно взятая клетка, тем лучше идет обмен веществ, выше ваше здоровье, ниже ваш биологический возраст. То есть активное долголетие вам конкретно угрожает. Человек веками, тысячелетиями пристраивался к магнитному полю земли, которая поддерживает фон такой, в котором оптимально идет обмен веществ. Также человек за время своей хозяйственной деятельности внес в эту среду переменные, у нас есть мобильные телефоны, интернет, есть другие виды связи, другие виды коммуникаций, которые так или иначе влияют на систему, влияют на обмен веществ в отдельно взятой клетке. Так же человек адаптировался к постоянной смене дня и ночи. Они плавно сменяют друг друга, а это не что иное, как изменение уровня солнечного облучения и фактически потока электромагнитных импульсов, который дает ближайшее расположенное к нам светило. И вот, когда средь бела дня часть светила перекрывается луной, поток импульсов внезапно уменьшается, в организме внезапно наступает ночь, ну и сумлики по-разному бывают. Если ваша система регуляции работает отлично, никаких проблем со здоровьем вы не почувствуете, но если у вас слабая вегетативная нервная система, у вас есть ветосуистая дистония, часто посещают депрессии, есть гипертоническая болезнь, язвенная болезнь, панкреатиты, колиты, то есть разные заболевания, которые ослабляют ваш организм, то вам не так просто будет пройти это солнечное затмение. Поэтому я бы советовал вам за несколько дней до солнечного затмения, ближайшее из которых будет 20 марта 2015 года, перейти на более щадящий образ жизни. То есть уменьшить немножечко психоэмоциональные нагрузки на свой организм, уровень физического напряжения, то есть чем заниматься тяжелыми видами спорта, лучше займитесь такими коллективными в виде, там, футбол, волейбол, прогулки на свежем воздухе. Я бы советовал уменьшить и диетическую составляющую в этом вопросе, сделать несколько разгрузочных день, это также поможет вашему организму адаптироваться и незаметно пройти эту систему. Ведь по статистике каждый третий метеочувствителен, то есть чувствует перемены погоды. каждый третий метеозависимый, только каждый третий не чувствует этих всех перемен. А солнечное затмение это непростая ситуация. Все знают про магнитные бури, многие на них реагируют. Так вот солнечное затмение это магнитная буря наоборот. То есть это не всплеск солнечной активности, а наоборот резкое ее уменьшение, внезапное. Если ваш организм здоров, прекрасно, видео про метеозависимость, метеочувствительность, что при этом делать, есть на моем канале, как и другие видео, на возможно интересующие вас темы. Потому что очень важно понимать, как правильно питаться, как правильно пить воду, как заниматься физическими упражнениями в различные периоды вашей жизни, как это обеспечить на уровне правильного питания. Если у вас все получается, вы здоровы, если нет, у вас возникает необходимость обратиться к доктору. И пока вы думаете ставить лайк на это видео или нет, отправить его своим друзьям, знакомым, родственникам. Я с привычными подписчиками моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Буду это видео заканчивать и попробую помочь тому, кто до меня дозвонился. До новых встреч на моем канале.